О! Возвращаюсь в РПМ! Эй, бать, это че? Маховик? Это долгая история. Просто вот на полсутки соберем, никуда не денется. Моя жопа. В этот прекрасный солнечный день. В ремонт сцепления РФ мы приехали вновь. Вчера мы ничего не смогли решить, а сегодня решили. Был знайден в Санкт-Петербурге вот такой комплект, который уже был в этом помещении. Немного полежал, пор джавел. Вот с дисками и не дисками, с пруточенными маховиками, со всеми делами. Тут сечки. Зачем тут сечки-насечки-то, кстати? Отвод говна и пыли, грязи, тепла. Да, еще больше держала, что ли. Еще больше? Еще больше, 9,9. Офигенный, офигенный комплект. Бля, мне нравится. Не знаю, кто делал. Не знаю, что делал? Да хорошо, ладно. Блин, ну вот интересно, какой человек замотал это вот? Это вопрос был. И вот что вот с этим вот это делать? Я думаю, можно построить аккуратненько чуть-чуть и все. Или просто властное потереть. Типа не заморачиваться? Ну, перешнаховывать точно не надо это. Просто здесь вот прям глубокая хоть-то. Ну, шкуркой, я не знаю, потереть-то будет нормально. Страшного в этом ничего нет. Короче, шкуркой потерли и будет нормально. Я смотрю, тут уже усиленная корзина идет. Вот на трех этих штучках-дрычках каких-то. Короче, маленькие радости большого маклечика. Ребята, опять вопросики по футбольчику. 17 апреля очень крутой матч. Челси против Crystal Palace. И мои главные партнеры 1x дают самые высокие коэффициенты на этот матч. А также пополнение без комиссии, регистрация в один клик без паспорта, ставка без риска и выплаты на все возможные системы без потерь. Короче, сканируйте вот этот QR-кодик или ссылочку в закрепленном комментарии. И выиграем мы только с 1x. О, возвращаюсь в RPM. Не получается у меня с Андрюхой позаписывать вам блог. Санек там уже что-то стучит. Потому что мы с ним начинаем общаться. Я, короче, камерку выключаю туда-сюда, короче. По итогу я намотал вот такое сцепление. Корзина M5, E34 диск, M5 и маховик M30. Это уже было у Андрюхи. Он его протюнил. Тут насечки, просечки. Здесь уже кевлар на подложке. Железный офигенный диск. И корзина усилена. И тоже на вот таких движениях. Немножко полежало. Немножко поджижавело. Но Андрюх сказал просто почистить. И будет вообще пуля. Короче, вот такой вот у меня комплектик. Сюда намотан. Ну, а мы с вами уже в RPM. И продолжаем постройку Чабри Валета. Чабри Валет! Происходит секс с рулевой колонкой. У меня куда-то при разборе пропала вот усия деталь. В которой потом защелкиваются все вот эти пластиковые втулочки. И вообще рулевой вал типа центруется и ставится. И вообще чуть-чирик. И вот, собственно, мы ее сейчас установим. Чтобы закрутить тут все наши педали, не педали и все дела. Давай сюда вверх. Не, надо было вниз ее наверно, а не вверх. И заодно мы поменяем вот эту штуку пизда рулю, которая называется. Вот это вот самый низ тебе надо будет станетчик открутить. И мы вот эту резиновую хуйню меняем на 34-ку. Не резиновую. Жесткую, хорошую. Карданчик вот это, блядь. Дрифток. Болтон. Все нормально. Это, короче, штука от 34-й. И реально, боевисты в дрифте говорят, что вот эта штука, именно вот этот демпфер резиновый, как микроэластичка. Короче, рвется иногда и все грустно становится. А нам не надо грустно. Поэтому от 34-ки сейчас залетит. Болтон решения. Е-бой. Стук, 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 постук, и вот заинсталировано. Там пришлось сделать небольшой пропильчик, чтобы болт вот этот залезал кошерно. Ну что, подкрутим вал и, в принципе, я думаю, будет окейский. Так, короче, тут это все аккуратненько прикрутилось. Тут Санячик подрезал под нашу кастомную педаль этого Алюшина, блядь, не знаю зачем, но вот она нам нужна была. Нужна педаль нам была? Ну что же делать? Ну, нужна. Короче, сейчас мы сюда вал и вот эту херню защелкиваем. И все, он дома. Как мало для счастья нужно. Ух ты, Санек, аж в дырку попал, блядь. На подстраховке Цвиен, вдруг Санек в дырку не попадет. Санек, если что, попадает в дырку. А Цвин попадает в дырку чаще. А вот Коля, он сахалинский алкоголик. И он просто дырка. Дроп, хэд, кабри, оле. Дроп, хэд, кабри, оле. А про Гучи? Потом. Потом. Возвращаемся мы к Чубревалетну и к его сцеплениям. Вот привез сцепление из ремонта сцепления РФ. Вроде так. Или все сцепления. Блядь, я до сих пор не знаю, как он Андрюхин называется. Короче, не важно. Вот я нашел чудо сцепу качественную. И с такими кевларовыми вот штуками на подложке железной. И все это дело будет фунциклировать на маховике М30 в корзине М5. Все отбалансировано. Вот куча дырок насверлина. Сейчас мы это все дело закручиваем. И вот сюда засовываем. По маховику, кстати, тут вот приколюхи есть. Так же, как и по корзине. Вот такой вот чистый час там кастом. Жава, братишка, спасибо тебе за это сцепление в эти сложные времена. За чип прайс. Я реально взял его за копье. Ё, братишка, от души. Эй, бать, это что? Маховик? Там еще датчик колена где-то был. Братуха, ты точно знаешь, что делаешь? Нет. А что ключ щелкает? Сломанный? Сломался похоже. Пиздец. А я орехи ем. Я уже ем печеньку. Санечка делает какую-то приблуду. Типа, чтобы выжим был какой-то крутой, равномерный. Какие-то тут болты, какие-то не болты. Регулировка выжима, ебать. Чтобы вилка типа мол, типа туда-сюда все заебись. Удивительное животное, Санек. Ха-ха-ха-ха. Бухает и изобретает. Ну ладно, надеюсь, сегодня коробку поставим. Короче, тут какой-то болт. Там специальная площадка. И там надо прихватить сейчас, прям по маслу по говну, прихватить гайку. И тогда этот болт будет регулировочным, чтобы отодвигать вилку. Ну, крепление вилки. Место, где она крепится. Там какие-то скобки. Ну, заплет. Чисто БМВ говно. Возвращаемся к нашим печным движениям. Вот печка, которую мне подарил Туни. Она все еще розовая. У нее в ряд стоят выходные отверстия. Они нам немного не подходят. Так как печь мы направляем сразу непосредственно в торпеду. Торпеда у нас имеет вот такие вот входы-заходы. Я сообразил вот такой приход. Оп. Чтобы этот приход давил прямо в заход. Здесь, 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 здесь. Чик. Здесь, 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 здесь. Сейчас мы печку разбираем. Верхнюю штуку с дырками срезаем. И туда вот эту штуку внедряем. Чтобы вот оно вдувало прямо сюда. И было кайф. Ура! Короче, внутри это моторчик. И вот такой вот радиатор. Вот он, петеля. Моторчик дует вот сюда. И прогоняет воздух через радик. Собственно, классик. Короче, моторчик мы откладываем в сторону. Сейчас будем с крышкой развлекаться. А именно вот эту часть отрежем. А вот эту туда пристрем. Махинизируем. Ну, вроде все так. Вот отмерил, чтобы все было. Сейчас точечки, дрочечки. А может и маленькие стучки. Я думаю, будет работать. Немного тут отвлекся. Но у нас получилась вот такая чудесная конструкция. Из-за того, что, конечно, короб фольга тут немного дырочки были. Но фольгированный скотч делает вещи. Гроверы меня поймут. Собственно, у нас получилось смещение. Я думаю, штуку пришлось подразобрать. Вместо центральных отверстий. Отверстия расползлись. Как нужно на нашей торпеде. Собственно, сейчас подсоберу назад короб печки. И я думаю, все будет круто. Короче, это я тут это. Вот таких вот шайб на шайба ёбил. А вам этого не показал. Вот такая вот у меня уплотнительная муйня. Которая вот как-то так будет все это дело уплотнять. Через эту уплотнительную мы будем прижимать. Раз там нету входов-подходов, как у обычной печки. Они там в пазы, не в пазы. То мы будем делать так. На дырявой хуйне. Так что вот три элемента. Сейчас воедино собираем. И все можно инсталлировать. Еп. Здравствуйте. С вами Максим Печник. И мы на доработках. Печик. Ну что, собственно, все вышло. На это говно не смотрите. Ну, фольга прожглась. В принципе, все ок. Все рок. И как бы вот так. Теперь дует в нужные нам места, а не в один ряд. И сюда, как я уже говорил, вот такой вот уплотнитель. Сейчас будет вклеен. И за счет того, что уплотнитель. Видите, какой мягкий. Чик, чик. Мы его прям прижмем к нашей торпеде. К его, к ее киеным жабо. И будет все огонь. Единственное, в этой печи у нас сейчас нету обдува ног. Я почему-то решил, что, наверное, это не нужно. И если будет совсем холодно, я сниму печку. И здесь сделаю прорезь. И приоткрою так, чик. Чтобы просто поток воздуха шел по бокам печи. Просто у нас запор воздуха здесь. Поэтому он будет назад забирать воздух. Поэтому, наверное, нет. Возможно, возможно, я все-таки сюда что-то сделаю. И сделаю какие-нибудь шланжечки, которые там не сделано. Ну, в общем, мне нравится, что я вижу. Получилось очень круто. Спасибо Туни за то, что подарил мне эту печч на днюху. И, как бы, что? Надо приклеивать и уже делать крепеж, инсталляцию к торпеде. Да. Пара-пара-пам. Нравится, не нравится? Сушись, моя красавица. Короче, это ок. Ну, а по карабасу... Санек тут наварил вот эту штуку. Это теперь регулировка, чтобы пилку отодвинуть на нужное нам расстояние. То есть мы болтик сюда чик-чик подкрутили, открутили. Вилка отодвинулась, пододвинулась. У нее будет равномерный ход. Шток там поставим. И они в одну плоскость выйдут. Выжимной было принято решение сюда поставить новый. Этот я куда-нибудь на другое место приложу. Так что ждем завтра. Придет выжимной. Соберем карабас. Ну, и как бы плавно-плавно собираем чабр-уалет. После карабаса еще вот... Надо кардан... Ёп твою мать. Надо кардан будет сделать. Я вот купил подвесной. Оригинальный. 30 тысяч сейчас стоит. Савита за 1,7 ушел. Пока я тут этого отсутствовал... Санечку установил карабас. Внутри наше красивое сцепление. Не закрутил пару болтов. Видимо, не нужно. Видимо, так надо. Траверсы на базе. Все на базе. Осталось срастить кардановые движения. Кардан уже намотан. Нужно намотать эластичку. И можно будет ехать в механику. Все это дело варить. Ну, короче, такое все движуха. Инсталляция печки продолжается. У нас тут первый крепеж подошел. Делаем так, чтобы там все прижималось. Тут все прижималось. И еще расшарошим отверстие. Чтобы все еще можно было подогнать. Подрегулировать. Потому что нету прямых входов. Как на стандартной печке. Типа пластмасский чик. И одеваются. А здесь никуда не одеваются. Здесь в резинку врезаются. Еще заморочечка. Тут с установкой ковшей. Было принято решение ничего не варить. Не пилить. Мы просто насквозь делаем отверстие. И просто на болты. Ну, по-простому. Тут приложения не приложенные. Соревнования не соревновайные. Поэтому чик-чик. И будет контактировать. Таки пришлось опять подкинуть торпедос. Чтобы показать вам все конструктивное движение. Подкрепление печи. Сделано три уже. Раз, два, три. Сейчас с той стороны. Ну и будем ее немножечко наклонять. Как-то понужнее. Знаем, что из этого получится. Снова выглядит по-заводски. Санечек, да ты завод. За щеку в рот, ебать. Завод. Ну что, установлено жестко. Ну а сколько может быть жестко. Раз, крепеж. Два, крепеж. Три, крепеж. Четыре, пять. Ух, блядь. Тереть с Санечкой чеснокенем торпеду. Поймем, что нихуя не получилось. И Занек будет все переделывать. Ну, печка. Ну, заебет. Короче, мы тут это, плоскости ищем теперь. Полжарим. Ха-ха-ха. Да не трогайте тот край. Середину снимаешь. Вот здесь мало. Плоскость нашли. И решили еще уплотнение сделать. Ну, все тут на уплотнениях. Чтоб стопроцентная продуваемость в нужные места. Это очень важно. Ну, а теперь про бонусы. Все мы любим бонусы. Новички, при регистрации юзайте мой промокод BORCH STORY. Он даст вам до 25 тысяч на первый депозит для новых игроков. Так что досматриваем видос и идем выигрывать только с 1Х. Небольшая сложность у нас тут возникла с постановкой чавшей. Мои чаласки, вот пришлось их немножечко подогнуть, чтобы придать им форму. Но, как говорится, в общем и целом все заебись. Ну, это долгая история. Короче, мы без лишних заплетов. Просто вот на болт соберем. Никуда не денется. Моя жопа. Собственно, сели мы в кабриолет и улетели. Здесь у меня тут дрифт полный. Ковши встали, все вроде бы удобно. Специально попросил Илюху сесть рядом. Чего, братуха? Здарова. Чтобы почувствовать, что мы с ним не упираемся тут особо. Надо замудрить кулису, не кулису. А вот ручник будет дергать, наверное, не очень удобно. Надо будет подумать что-то с ходом ручника. Пенечка в свое время стоит уже внутри. Все отлично, все готово. В принципе, я думаю, это можно подрезать данную серию. Что, камер будет дрифтить? Но это будет чуть позже. А пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok